Короче, привет! Звук, наверное, здесь явно мешает. Это вентиляция, кондиционер включенный. Значит так, собаки у меня нету. Мне кажется, камера грязная. Поэтому, мне кажется, это видео вообще мало кто будет смотреть. Поэтому я могу быть откровенна и честна. Так, сказав это в самом начале, мне кажется, я увеличила шансы на просмотре, что вовсе не является моей целью. Но я могу показать себя такой страшной, что все равно сделает так, как надо мне. В общем, о поводу собаки. Но у меня будет она явно когда-нибудь в жизни. Я думаю, может быть, я возьму на передержку, а потом уже у меня будет собака. Я готова взять на передержку вначале, потому что я ей деньги... О, прикольно, конечно, делать видео, одновременно переписываться. У меня вот мой знакомый написал... Мы с ним разговариваем про собак. У него таксы. Я с ним жила некоторое время. У него таксы каждый раз, когда чувствовала радость и написывалась. Мне показалось, что такое есть вообще у всех маленьких пород собак. А он сказал нет, это он вовремя ее, ну, короче, не переучил. Ну, а я показала ему мою собаку, которая у меня вчера была, Голвин Ретривер. Он говорит, что они очень умные и добрые. Ну, чего ему ответить? Да, я согласна. Какая юрина интересная. Ну, так вот. Еще... Ну, в общем, я не знаю. Неделя, это, конечно, грядущая... Кстати, завтра у моей сестры день рождения ей исполняется. А, 33, мне кажется. Какое счастливое число. Знаете... В общем, правда, эта неделя будет решающая, как будут собаки. Потому что либо у меня будет... Потому что ждать неделю и не иметь собаки, нет. Скорее всего, у меня будет... Почему... Скорее всего, у меня будет... Либо собака на передержку, либо я все-таки возьму себе. Ну, короче, за неделю 100% я это решу. И вот у меня был Голден Ретривер. Кобель. Но он так-то большой. Да. И я одна его с ним гуляла, мыла. И я хочу себе белую собаку. Почему? Потому что и... Ну, я хочу максимум того, с чем я справлюсь. Если я справлюсь... Ну, на деньги перейду, наверное. Если я справлюсь с миллиардом долларов, почему мне нужно мечтать, что мой предел это миллион долларов? Если я предназначена для миллиарда долларов. Вот. Ну, типа, так же и с собакой. Я могу справиться с большой собакой. Так зачем мне тогда ограничиваться маленькой? Если мои. Ну, типа, зачем мне на себя надевать не мой размер одежды? Когда мне, допустим, зачем мне брать размер, там, не знаю... 3хс, если мой размер с. В чем смысл? Вот. Типа, так же у меня с собакой. Если я знаю, что я справлюсь с большой собакой, значит, для меня большая собака. Да, я могу взять маленькую, мне пофигу. Но мне кажется, то, в чем мои способности, это является для меня. И не нужно уходить от тех своих способностей, которые есть. Не нужно обманывать себя и не нужно предавать себя. Ну, вот, потому что, ну, это называется предавать себя, когда у тебя есть твои данные, а ты их не используешь. А то, что тебе дано, это твое, и ты должен это использовать, короче. Поэтому я знаю, что у меня собака... Я могу легко справиться с доберманом. Первая собака в жизни, сразу же доберман. Прикольно, я хотела, кстати, так. Не знаю, может, у меня будет доберман. Я, ну, типа, вообще легко... Вот если бы у меня медведи-гризли появился бы, вот я тут думаю, я бы не справилась. Но большая собака, окей. Вот если бы медведи-гризли и нет, тигр, лев и я бы еще, да. Если маленькие детеныши, я бы, да, справилась. Большого сразу же сама бы точно нет. Так что собака вообще изи. Вот. И второе. У меня появляются такие мысли, что я очень крутая, очень особенная на самом деле. Я всегда считала, что я такая проблемная, что я самая ужасная. Сейчас мне иногда закрадываются мысли, где мне, типа, мозг приводит примеры, и там, где я вижу, так это мне вообще, типа, я самая крутая. И мне не нравятся эти мысли, потому что вот это вот завышение себя в сравнении с другими людьми, оно на самом деле всегда тебя понижает. Короче, не хочу думать, что я какая-то крутая. Вот. Потому что я не знаю, как избавиться от этих мыслей. Короче, я простой человек, простой бомж. Да? Бомж, ты же без определенного места жительства. А я реально даже не знаю, где я прописана. И никто не знает. А правительство мы обманываем. Ха-ха-ха. Здравствуй, я вас обманываю. Понятно все? В госуслуге я вас обманываю. Вы меня теперь прослушивать будете, да? Так вот, мы с чисто сердечного признания. Я вас обманываю. А я буду смотреть в камеру. Я вас обманываю. Я не знаю, где я живу. Те данные, которые у вас есть, я вас обманываю. Все. Короче. Пожалуйста, наденьте мне. У нас тут секс-игры. Уже появляется. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не надо вот эти вот вещи вот эти. Хорошо? Ну так вот. Короче, я простой бомж. Не знаю. Я простая дура. Родители, конечно, бы мне не позволили такое сказать о себе. Ну вот это вот завышать себя, говорить, что я там, не знаю, какой-то великий человек. Или говорить, что я не дура. Ну шо? Кто сократ говорил, я знаю, что я ничего не знаю. А я даже хрен знает, кто говорил эту фразу. Вот видите, налицо отсутствие вообще всего. Понимаете? Ничего вы не понимаете? Ведь я же тоже ничего не понимаю. Вот и поговорили. Вот и слабенько. Ну вот. Короче. Соня с психологом, психиатром, психотерапевтом вообще все роли. И друг даже. Ну, друг. Я ему плачу. Ну, друг за деньги, короче. Прикольно. Он мне рассказал, что есть такая терапия, тонатотерапия, кажется, так, когда, ну, типа, игра в смерть происходит. Самое-самое смелое, это когда человек ложится в гроб и его закапывают. Я когда услышала, я такой взгляд был. Просто как у щенка, наверное, какого-то. Я так сильно хочу. Очень. Но если хочу, значит будет. Мне кажется, я ему говорю, я так и представила, мне кажется, если я лягу, то я прям наконец-таки нормально расслаблюсь до конца. Просто моя нервная система вся, вот она из... Она... Ну, там же воздух есть в гробу. Я бы просто бы... Ну, там они, конечно, положат, потом они выкопают меня. Но я хочу, чтобы мне дали какое-то время. Но я не знаю, сколько там можно находиться. Мне как бы в голову приходит где-то до часа. Легко можно находиться. Ну, и они меня, типа, через 10 минут выкопают. Вот это вообще прикольно. Это, конечно, просто практика заземления. Супер. Прикольно под землей. То есть это же насколько... Если на метр яму вырыть и гроб, я в гроб ложусь, такая и лежу. Я обязательно запишу видео. Да, после процесс, потом мои впечатления. Меня колдут в гроб. Закрывают его. Просто, типа, визуализация. Мечта, видите? О, какие мечты! Прикольно. Ложусь, в гроб закрываю. Я вижу яму, конечно, потому что мне показывают эту яму. Вот, накладут мне. Так, мне показали яму. Вначале я такая... Такая уже представляю, как я сейчас буду обниматься землей. О, короче... Ну, это вообще... Это просто секс с планетой землей. Я по-другому с матушкой землей. Так вот. Ну, такое духовное соитие. Или физическое соитие. Но явно это какое-то соединение. И меня в гроб положили, опустили. Понимаете, прикол в том, уровень земли здесь. Люди будут стоять здесь на земле. А я буду находиться на другом уровне. Я буду внизу находиться. Не там, где люди. Люди не под землей живут. А я буду, да. Блин, это вообще просто... Тотальное такое соединение с собой. А аскетизм какой-то новой формы. Блин. Может, я даже не раз делаю. И детей буду практиковать. Че, ты когда в гроб пойдешь? Блин, это классно. Если мои родители еще решатся на это, это прикольно. Мне нравится. И вот мне положили в гроб. Ну, реально, потому что, че вот это... Не нужно бояться смерти. Поиграйте в смерть несколько раз. Стресс не вести. И вот я там. И я, ну... Мне нужно будет... Ну, минут 15 хотя бы, да. Мне кажется, я, если что, могу несколько раз повторить. Почему нет? Вот я легла. И что? И люди... Я бы попросила бы их, чтобы они прям... Ну, надо мной стояли. Они меня закапывают обратно. Это вообще, наверное, супер дополнительная стоимость. Ну, я... Ради своей смерти я готова. Я бы прошу, чтобы они не просто положили в гроб, в яму. А еще закопали потом эту землю. И чтобы потом по этой земле ходили. И это просто будет самая... И это просто будет самая... So deep meditation in my life ever. Like, so deep. Вау. That's cool. Я такая... 15 минут. Ну, я открыла телефон. Я сижу. О, прикольнейшее видео, короче. Но это вообще уже в следующий раз надо будет записать видео. Телефон же будет работать. Я просто... Алло. А там связь ловит. Такая... По FaceTime. Алло, мам. Ну что, Лесечка, ты где доча? Да я вот под землей. Ты... А что делаешь? Да в гробу лежу. Ммм... Понятно. А когда наверх ходишь? Не знаю. Позвонишь? Ну, позвоним тебе через 5 минут, чтобы они выкопали меня. This is so nice. That's awesome. Но первый раз без телефона. Первый раз сама с собой наедине. А потом уже не знаю, что-нибудь... Можно там проделать. Вообще, короче, мне кажется, я дома просто попрошу, чтобы не вырыли. Короче, все мы поняли, что я крота. Ну, короче. Если это будет несложно, предоставить такая возможность, я пойду вообще с удовольствием. Не то, что я буду искать возможности, но и предоставить такая возможность, я пойду. Так что, если что, ставьте лайки на видео с похоронами моими. Вот. А я пойду помоюсь. ЧАО! Пока!